Книга «Открытый моком», 6 том, тема «Молитва», вопрос 1557. «Раньше на этих занятиях в университете вы много под запись читали молитв на все случаи жизни. Но вот уже несколько лет, как вы перестали их читать. Почему? Я мать шестерых детей, теперь у моих дочерей свои дети, и нужны хорошие молитвы о детях». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Вы не просите». Дитя не плачет, мать не разумеет. Что же ей дать? «Даю несколько молитв таких, составленных не мной, но всегда молитесь и своими словами, благодаря Богу». Филиппийцам 4,6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Воздыхание матери о своих детях. «Боже, Создатель всех тварей, прилагая милость к милости, Ты соделал меня достойной быть матерью семейства. Благость Твоя даровала мне детей, и я дерзаю сказать, они Твои дети, потому что Ты даровал им бытие, ожиротворил их душой бессмертной, возродил их крещением для жизни, сообразной своей волей, усыновил их и принял в недра церкви своей. «Господи, сохрани в благодатном состоянии до конца жизни, сподоби их быть причастниками таинств Твоего завета. Освящай Твои истины, досветицы в них и через них святое имя Твое. Ниспошли мне Твою благодатную помощь в их воспитании для славы имени Твоего и пользы ближнего. Подай мне для сей цели, способы, терпения и силы. Научи меня насадить в их сердце корень истинной мудрости, страх Твой. Озари их светом управляющей вселенную Твоей премудрости. Да возлюбят Тебя всей душой и помышлением Своим. Да прилепятся к Тебе всем сердцем и во всю жизнь свою. Да трепещут слов Твоих. Даруй мне разум убедить их, что истинная жизнь состоит в соблюдении заповедей Твоих. Что труд, укрепляемый благочестием, доставляет всей жизни безмятежное довольствие и в вечности незвеченное блаженство. Открой им разумение Твоего закона. Да до конца дней своих действуют чувства и везде присутствия Твоего. Насадив их в сердце ужас и отвращение от всякого беззакония. Да будут непорочными в путях Твоих. Да помятуют всегда, что Ты Всеблагой Божий, ревнитель закона и правды Твоей. Соблюди их в целомудрии и благоговении к имени Твоему. Да не порочат церкви Твоей своим поведением, но доживут по ее предписаниям. Одушеви их охотой к полезному учению и садилась способными на всякое доброе дело. Да приобретут истинное понятие о тех предметах, коих сведения необходимы в их состоянии. Да просветятся познаниями благодетельными для человечества. Господи, умудри меня напечатлеть неизгладимыми чертами в уме и сердце детей моих опасения, содружесть с незнающими страха Твоего, внушить им всемерное удаление от всякого союза с беззаконными. Да не внимают они гнилым беседам. Да не слушают людей легкомысленных. Да не совратят их с пути Твоего дурные примеры. Да не соблазнятся они тем, что иногда путь беззаконных благоуспешен всем мире. Пучи небесные. Даруй мне благодать всемерно бедяще подавать детям моим соблазн, моими поступками. Но постоянно, имея в виду их поведение, отвлекать их от соблуждений, исправлять их погрешности, обузывать упорство и скактивость их, воздерживать от стремлений к суете и легкомыслию. Да не увлекаются они безумными помыслами. Да не ходят вслед сердца своего. Да не возгордятся в помышлении своем. Да не забудут Тебя и закона Твоего. Да не погубят беззаконие ума и здоровья их. Да не расслабят грехи душевных и телесных сил их. Судья праведные, наказывающие детей за грехи родителей до третьего и четвертого рода. Отврати такую кару от детей моих. Не наказывай их за грехи мои, но окропи их ростою благодати Твоей. Да преуспевают добродетели и святости. Да возрастают в благоволении Твоем и в любви людей благочестивых. Отчи щедрот и всякого милосердия. По чувству родительскому я желала бы детям Своим всякого обилия благ земных. Желала бы им благословения от росы небесной и от тока земного. Но да будет с ними святая воля Твоя. Устрой судьбу их по Твоему благоволению. Не лиши их жизни насущного хлеба. Не посылай им все необходимое во времени для приобретения блаженной вечности. Будь милостив к ним, когда согрешат пред Тобою. Не вменяя им грехов юности и неведения их. Приведи в сокрушение их сердца, когда будут противиться руководству благости Твоей. Карай их и милуй, направляя на путь благоугодный Тебе, но не отвергай их от лица Твоего. Принимай с благоволением молитвы их, даруй им успех во всяком добром деле. Не отврати лица Твоего от них в одни скорби их, да не постигнутых искушений выше сил их. Осеняй их Твоею милостью. Доходит ангел Твой с ними и сохранит от всякого несчастья и злого пути. Всеблагой Боже, садилай меня матерью, веселяющейся от детях Твоих, да будут они отрадой моей в дни жизни моей и опорой мне в старости моей. Удостой меня с упованием на Твое милосердие предстать с ними на страшном суде Твоем и с недостойным дерзновением сказать. Вот я и дети мои, которых Ты дал мне, Господи. Исайя 8, 8. Да совокупно с ними прославляя неизвеченную благость и вечную любовь Твою, превозношу предсвятое имя Твое, Отче, Сын и Дух Святой во веки веков. Аминь. Молитва от детев преподобного Амбросия Оптинского. Господи, Ты един все знаешь, все можешь, и всем желаешь спасения, и чтобы все в разум истины пришли, в разуме детей моих, имена, по знаниям истины Твоей и воле Твоей, святой, и укрепи их ходить по заповедям Твоим, и меня грешную помилуй. Молитвенное воздыхание жены во время беременности. О, Пресвятая Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дочери Евы. Вспомни о благословенной женах, с какой радостью любовью Ту шла поспешно в горнюю страну посетить родницу Твою или совету во время ее беременности, какое чудесное действие произвело благодатное посвящение Твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй мне, уничиженнейшей рабе Твое, разрешиться от времени благополучно. Даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под именем, под моим сердцем, пришедших в чувство с радостным взыгранием, подобно святому владенцу Иоанну, поклонялась Божественному Господу Спасителю, который издвиг нам грешным, не возмущался и сам стать младенцем, не изглагованная радость, которую преисполнилось дельственно Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скор предстоящую мне среди болезни рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающая жизнь многих матерей в час разрешения, и да причтет плод чрева моего в числу избранных Божий. Услышь, пресветая Царица Небесная, смиренную мольбу мою, и призри на меня бездну и безгрешницу оком Твоей благодати, не посади моего упования на Твое великое милосердие, и осени меня, помощница христиан, исцелительница болезни, да сподоблюсь я испытать на себе, что Ты, Матерь Милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех, призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.